Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня с большим удовольствием хочу с вами поделиться своим любимым зимним чистящим средством. Сегодня с вами сделаем цитрусовый уксус. Не делаю его летом, потому что основной ингредиент здесь апельсиновый, ну любые цитрусовые корочки. Но зимой мне очень нравится на основе этого уксуса делать чистящие спреи. Можно сделать несколько вариантов спрея, сделать для вбеливания, сделать для удаления жирных таких вот липких загрязнений. Друзья, сегодня я покажу вам первый вариант и расскажу рецепт приготовления основы, вот именно этого цитрусового уксуса. Делается он очень просто. Берете 9-6% уксус, лучше взять 9%, 6% почему-то намного дороже. Значит, нужен будет стакан, красивая баночка и горсть, наверное, не меньше цитрусовых корочек. Чем больше корочек, тем сильнее вы перебьете запах уксуса. Я корочки настаивала примерно двое суток и теперь резкого запаха уксуса абсолютно нет. Он, конечно, присутствует, запах уксуса, но не бьющий в нос, не резкий. Итак, друзья, беру вот такую вот бутылочку с распылителем, воронку и сливаю половину цитрусового уксуса. Второй ингредиент это кондиционер для белья. Берите не густой кондиционер, а такой вот средней по жидкости. И приятный, конечно, аромат. У меня аромат гибискус, цитрус и роза. Вот такой вот очень приятный он пахнет. Значит, нужен один колпачок. Я вам уже говорила, что кондиционеры для белья, они, во-первых, в меру пенятся. В своем составе они содержат тензиды, которые хорошо размягчают. Размягчают ткань, размягчают загрязнение. Я с кондиционерами не стираю, я с ними убираю. Они в меру пенятся и очень хорошо размягчают. Липкий жир, засох шубище. Вот то, что нужно для кухонных фасадов. Плюс внутри есть антистатик. Когда почистишь этим спреем, мне кажется, фасады очень хорошо сохраняют свою чистоту. То есть пыль и грязь, она пролетает мимо, не задерживается на моей кухне. У меня кухня сложная. В чистке вот все эти рельефы, их очень тяжело вычищать, я вам уже говорила. Но вот этот спрей, мне кажется, сохраняет чистоту. Воды добавляю, ну, половину стакана. Можно чуть больше. Все зависит от загрязнения. Если у вас легкая уборка, то, конечно, воды можно добавить чуть больше. Если серьезные стойки загрязнения, то только половину стакана. Все. Чистить буду вот такой вот тряпочкой. Такая тряпочка сразу, как приобретается в магазине FixPrice. Есть в Магнит Косметик. Очень классная вещь. Значит, здесь жесткая сторона. Вот, знаете, я вам одно время показывала скребки. Так вот, эта тряпочка, как скребок, только такого большого формата. То есть здесь жесткая сторона, а здесь очень мягкая. Этой чищу, этой полирую. Итак, наношу спрей. Я наношу прямо на фасады. Запах, друзья, потрясающий. Вот очень-очень приятно. Пахнет цитрусом, розами. Вообще обожаю. И вот так вот жесткой стороной своей тряпочки прохожусь. По всем, по всем загрязнениям. Они мгновенно размягчаются. Ничего не даю контактировать. Если, конечно, загрязнения серьезные, можно немножко средства подержать. И вот после такой чистки у всех поверхностей появляется блеск. Излишки грязи убираем влажной тряпочкой. Ну, вот так вот быстро. Если ее нет, то сразу же вытираем насухо вот такой вот тряпочкой полиролью. Чищу фартук. Все мелкие пятнышки, точки. Все очистится. И обязательно, конечно, мойку. После уксуса она будет блестеть. Кондиционер. Его можно вообще отдельно использовать для натирания вот таких вот моек. На них не задерживаются капельки, и они дольше остаются чистыми. Поэтому и очищу, и защиту от капель сделаю. Сразу чищу жесткой вот такой вот тряпочкой. Не развожу никакой долгой уборки. Потому что перед Новым годом забот, хлопот достаточно. Все нужно делать быстро. И еще немножко пройдусь вот такой вот жесткой щеткой по всем известковым отложениям. Там, где у меня тряпочкой получается небыстро. Меня, кстати, многие спрашивали, где я покупала такую щетку. Она есть везде. Продается в ленте, в магните. Когда будете выбирать, вот прям смотрите, чтобы щетка была хорошо набитой и очень жесткой. Тогда уборку она будет делать быстро. Поверхности она царапать не будет. Все будет зависеть от того, как вы будете на нее надавливать. Если накопили загрязнение, надавите посильнее, очистите быстро. Если легкая уборка, чуть-чуть, не придавливая, все чистится на раз-два. Друзья, показываю вам шкаф, который находится прямо над плитой. Вот смотрите. Сюда попадал жир, было открыто окно, то есть летела пыль. И вот здесь, знаете, такая плотная липкая пленка. Видно такая мутная пленочка на всей поверхности. Вот. Вот здесь вот тоже. Пыль, грязь. Очень неудачный цвет у шкафа. Он грязный, но грязь это плохо заметна. Только глазом. Надеюсь, что камера передает весь шкаф в таком вот перламутре. Вот в такой вот жирно-липкой пленке. И вот, друзья, показываю вам результат после чистки. Этот и этот шкаф почищен. Абсолютно нет пыли. Вот такой вот хороший результат. Чищу панель холодильника и панель бутылочницы. Все это расположено рядом с газовой плитой. Поэтому здесь толстая липкая пленка, что на бутылочнице, что на стенке холодильника. Распределяю спрей. И даю ему поконтактировать. Затем чищу. Смотрите, как размякли загрязнения. Они очень быстро счищаются. Если загрязнений у вас больше, то какую-то часть их счистить, затем вновь нанести спрей, дать ему поконтактировать. Можно взять немного пищевой соды. Все чисто и все без жира. Когда я вам показывала кондиционеры для белья в быту, в работе, я вам говорила, что ими очень хорошо чистят бытовую технику. Она чистится быстро за счет того, что кондиционеры очень хорошо размягчают загрязнение. На этом, друзья, заканчивая свою ароматную уборку на кухне, очень рекомендую вам приготовить такой цитрусовый уксус. На основе этого уксуса потом можете сделать тысячу вариантов спрея. Я вам покажу несколько, но я уверена, что экспериментировать можно, потому что уксус в быту используется везде. Но уксус сам по себе, я вам уже сказала, очень неприятен, удушлив в запахе, в уборке. Но если туда добавить цитрус, он все перебивает, и уборка становится в радость и в удовольствие. Надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Я пропишу вам рецепт этого уксуса и рецепт спрея, который мы сегодня с вами сделали, под видео для вашего удобства. Ну и кому понравилось, ждите продолжения, пишите свои комментарии. Буду обязательно ждать от вас обратной связи. Всем пока!